ну что же доброго времени суток дорогие друзья с вами будем наблюдать сейчас за фаскап 16 524 встречаются у нас два коллектива sanders wolves которые будут играть за рэндиан ну и тим виндета которые будут играть за дая игру будут комментировать для вас в по шаду и тройду эту поприветствую всех здравствуйте товарищи слушает вообще за сандра своп наблюдал или нет естественно нет я их заметил совсем недавно и захотелось сразу же посмотреть как они играют ясно потому как меня тоже очень заинтересовал этот коллектив потому как довольно много игр уже сыграно я их что-то как-то пропустил мимо ну и пройдемся коротко по пикам бана бана у нас отлетают на x anti макс ларк и дизраптор от команды sanders wolf ну и от тим виндета у нас отлетают миранна шторм спирит воет и луна принципе мы по нанесе не самый скажем так и разнообразность очень классические а вот в пиках шаду демона в связке со своя на мейн волкером смотрится на мой взгляд несколько странно может быть к шаду демона кто-то будет подобран чуть сандки ну и на это себя прибирают кунку легиона джаггера и верку вот по-твоему где здесь какие-то такие сильные связки а вот очень интересный момент то что взяли шаду демона насколько я понимаю на 2 пик после кунки и как принципе тоже контракт то есть просто сын в принципе тоже верно хотя с другой стороны шаду демона обычно сконка и пикается может просто не отдали им в принципе дизрапшин с сон страйком работает более-менее неплохо но вы какой-то комбинация шаду демона в пиках не наблюдается возможно действительно просто забрали а вот у тим вендетта взяли легион команды джиггернаут и верку как бы три кора который должны формить и как это будет выглядеть в игре самой единственный косяк этих трех коров это то что здесь вот ты сам назвал они должны формиться кто для них space создавать будет кунка конечно хороший гангающий саппорт но никто не отменял того факта что тот же шаду демон будет на сейв тпшках прилетать и сэвить всех подряд а если еще и доберут дазва себе thunder smooth это будет очень сильная сейв комба плюс дазу сэн кинг не оставляет шансов вражескому хардлайнеру есть такой но на мой взгляд уже лучше тогда урокла забирать шиклы под легионка чтобы жить ну это было бы наверное покруче а так то его знает может быть вообще не тот ни драгоне зайдет потому как им нужен саппорт по-хорошему с контролем 1 сэн кинга свина и не хватит за то есть и покер принципе ну и покер да но он же не будет по мать и бегать тим виндетта в свою очередь имеет достаточное количество контроля легионка с дуэль к иранер со своими шиклами да и кунка который один сплошной контроль ним в принципе саппорт нужен просто который достаточно приличное магический урон будет иметь на этом в принципе и все их требования к саппорту как думаешь кто это может быть возможно возьмут хухты вот тебе и саппорт сэн кинг судя по всему выходит в четвертую позицию возможно будет фармить леса через пески а может будет вместо шадоу демоном через танчик роумить видел я уже такое и вполне себе интересно заходило единственное что с к такой вывозят даггер обычной минуте так 16 18 то есть это не будет раннего даггера ну и кто будет от вендетер вот тут кстати акс может пойти в лес и по фару мить мид shadow demon допустим shadow demon закрывает подходит акс и просто агрид это очень хорошо работает хорошо работает но акс в этом плане царяет очень много фарма потому как если вдруг кила не будет то это просто потраченное время уже смысл наверное аксом пойти в хардлайн шадоу демон со скорпом которые в принципе не очень требуется на золото к тому же блин против акса 2 милишника кунка и джаггер скорее всего легионка возможно в харду пойдет поэтому не думаю что там его сильно гонять будут если только властик не зайдет кто-то очень серьезный придет свапаться вставить каким-то образом бр против акса чтобы как-то уже стоять и тогда милишником стоять против свою нашу дух демона и возможно иска придется потому что против акса стоять милишником это еще хуже так легионка понимаешь в харду пойдет купить себе аренталон и если все плохо сместиться в лес и все так что в харде все более-менее вот нужен между еще один саппорт который собственно будет иметь достаточный урон чтобы акса гонять и помогать легионки убивать можно конечно саппорт хотя в принципе удастся порта его не делал кто здесь будет сапом джаггер где он в р к в д вот это поворот 9 вылетов это новый рекорд я видел 7 теперь уже 9 меня уже ничем не удивить а паузу поставить мы не можем я город думал насчет клинг за и леды против акса мы против акса это конечно весело но понимаешь у них теперь 4 кора и сложно сказать конечно кто куда пойдет и кто какую роль будет занимать потому как это жуть какая-то один кунка в суппортах не выживет скажем так ему хотя бар контакте какие-то надо для приличия все-таки маме очень много тратить хотя бы на торренты да и марка в принципе ну что возвращаются у нас потиху люди ну и что как по-твоему все-таки пойдут у нас он и пойдет пытаться искать лайн саксом да вот и будет искать лайн саксом возможно кстати это джаггернаут саппорт я такое видео это через хилинг варты 1 скилл принципе смотрится неплохо ну блин это конечно может быть смотрится неплохо но любой саппорт скиллом был бы на мой взгляд куда более полезным тут же омник тот же оракл даже до зову а если и без хила то это был бы какой-то либо контроль еще либо имеющий хороший магический урон саппортик на мой взгляд это было бы куда правильнее джаггера просто не имеет контроля урон может быть есть хилл есть потенциала как бы влейте как-то помогать сражаться не особо-то и много но обычно джаггернаута берут как бы попушить там под вардом допустим с тем же ченом его крепы становятся не и мы да ну тут нету чем это не минус вообще непонятно на мой взгляд у джаггер должен выходить в кора помнится когда ты еще китайцы года три назад играли в эркой с упортом то есть она качается без вендра на качает первый-второй шиклит если хорошо умеет и покупает миказу таких в рачек я помню когда-то и не играли поэтому может быть именно так и будет ну сейчас увидим опять у нас дисконнектится в д что-то как-то не задается у нас начало игры ну кунка понятно саппорт джаггер покупает фарифайр это уже явно не суппорт обычно хотя иногда суппорта тоже берут фарифайр акс действительно пойдет в харду с аэрон талоном я думаю джиггернаут пойдет мид а вот в р к может купить себе ветра и хекс подожжение а у нас кстати прикол санкинга закупился не в саппорта он идет в харду интересно а кто будет соло ходит shadow демон это саппорт 6 позиции 5 сала сад в леса уходит такс в харду идет у нас санкинг ну а дальше все стандартно свен фармит shadow демон пулы там погонять оппонента ну и блокер мид я хочу сказать что как раз вот таких саппортов называют саппортом 6 позиции шутку что они совсем уже денег не имеют так как им нужно ним покупать абсолютно все расходники я ну шутку в шутку но просто роль 4 позиция она как раз переход на она иногда подразумевает минимальную покупку ордов а иногда нет то есть иногда на пятую позицию ложится все на 4 просто ровно вот те же быхая когда у них скажем так игра задается иногда выходят как раз таки вот покупают аркан тапки до быстро 6 и после этого они с 4 позиции перепрыгивают на пятую не делая буквально по моему даже вчера или позавчера одну катку где котел всю игру был в четвертой позиции то есть он не покупал вначале купил там курварды и все потом больше не закупал ничего второй сам был в пятой позиции закупался абсолютно всем имел обычные тапки все и после того как котел купил себе аганин он переходит в пятую позицию а второй саппорт выходит в четвертую и перестает покупать вообще все и все ложится обратно на котла вот такие вот перестановки в ролях иногда реализуют действительно в доте происходят часто свапы или линиями или ролями тот же мидер может просто уйти фармить лес там минут это 10 а кири будет пытаться сделать space ну правда чаще конечно бывает что кири если совсем все плохо уходит в леса так у нас джаггер спорман шел дом века тоже закуплена не понял у них все закупились но кроме конки но если они играют в четырех горов вот одному рай они возможно думают что акс пойдет в лес и он взял коготь значит он идет в лес ну в принципе если у них легионка кстати у нас тут смолганг если легионка действительно пойдет в леса каким-то образом на харде кто-то постоит типа в эрке это может и купиться так как со у нас тут час встретят и по моему не отпустят уже никуда накрою накроют ли его астралом даже маленький range на не дотягивается у нас у д возможности придем к замедливаю но она тогда чем замедлилась у него легион киш 1 ускоряет и и они были на это момент если в торрентом кока попал там до или шиклами там как-то в эрка подцепила но там такое место было что даже не к чему привязать в хорошей позиции акс довольно главная наверное представляет коллективы вендетту у нас будут представляет такие игроки как массари который будет играть на кунки катана который будет играть на джаггернаута сион который будет играть на ли ведён commander и дуэлист у нас будет играть no d ну и зипа будет играть на в круг команду сандерску представляет билиан на шадов демоне рашен комьюнити на свене веселый смайлик на сын кинге владюша на аксе и кромаговист на его перед мы по-твоему что все-таки будет у нас творится на лайнах как-то не раздействовать дополнить что на мейджере бостонском закрытых квалификациях фантастик пайп также отправили акса в лес когда он мог пойти спокойно фармить хардвейн и проиграли эту игру кстати говоря даже несут недавно в последних видео у него был такой видосик где он рассказывал про хардвейн и тоже акцентировал внимание как раз на моментах когда хардвейнер может стоять в харде и уходит оттуда он тоже такой забавный фактик кстати забавно у нас в лесу все-таки банится аксу один из кампов поэтому ему там достается в фарм всего два не будет же он через вес лет за третьим бегать так что хоть как-то ему настроение попортили очередная пауза не знаю как насчет подцепить в арку и убить потому как хотя виндрана у нее кстати нету да и убивать то особо нечем у свена нет маны достаны один штук демон с третьим скиллом хорошо расход цели конечно ему тут будет очень неприятно на топе тоже вряд ли получится убить как-то быстро сантинга если только он не потратится там хотя если джаггер возьмет тапок и попадут торрентом может быть синий будет фраг в миде тоже продолжается игра да кстати а кто по твоему быстрее фармит в лесах легионка или шака у нас шаду демона пошел на шакал короткий поэтому не особо то и много урона в рк успела влить как и а вот тут аксу повезло он поднял руны иллюзии сейчас может фармить 3 ким по сразу на подвезло ему сейчас мелких липочков он точно за фарма дай больших может иллюзия одна иллюзия мечется не знает куда и пойти не пускает ее 2 или забавно два кобальда тоже могли найти место но тут кунка кстати в мид вышел и возможно будет попытка убить инволкера хотя и блокер держится очень сивола увидел он кунку на варде они отошел очень во время я думаю помощь от и против инволкера не особо нужна он сможет фармить своим вторым скилом но вот то что он взял первый найди это как по мне не очень правильно у него сейчас очень мало маны и этот вот 15 процентов могли бы им восстановить хоть что-то может быть а может быть он как-то планирует не качать дальше 2 спал кто его знает хотя мне уже тоже в последнее время привычнее стало видеть инволкеров которые стали качаться по стариночке 2 3 просто не давать оппоненту фармить как-то уже более родной ты таких давно не видел не не на утеров у д а вот букер и как раз в иксовые отошли уже на задний план после того как мир и кал пару раз слил на таких блокер и в топе у нас все-таки фраг на джаггере забавно на кусте к финале раздамажился он станчик и санстрайк все очень просто получилось такой вот обманчивый сын кинг хардио да его иногда недооценивают немножко не попадает у нас он страйка монволкер конечно вряд ли бы убил но неприятности бы доставил кстати так же кстати говоря сын кинг скоро возьмет шестой уровень сможет выйти в тот же вид но стук шадо просил очень серьезный верка по моему наглеть пыталась очень странно видеть как хардвайн пытается убивать саппорта вы зелени и не ну кстати говоря но там пауэршотом уже пол хп сносит бедному шоу демону и два пауэршота попади и будет фраг даже смотри шадо сейчас 210 хп 280 урона по первой цели у пауэршота убрать 25 процентов насколько это чуть больше 50 урона так реально хватит но шаду демон с и цепи цепки пытались убить инвокера в меде тратят туда ультимейт но ни к чему это не приводит потому что ульта не наносит урона пока что у инвокера очень высокий базовый прирост к интеллекту и как так перебить его удая даже артефактами пока что не может можем посмотреть что есть нулектор ну талисман также как у инвокера нового кира также аквилка и у него по сути 42 инты инвокера 53 то есть вот и 53 а у инвокера ну 44 в общем я ж говорю 11 интеллекта разница это сколько 90 90 урона это вода плюс еще и экзорт дает бонус интеллект за прокачку конечно так у нас в топе опять умирает джаггер очередной стан сон страйк и все нету джаггера даже вард его не спасает хотя бордят всего лишь первого уровня интересная раскачка оценки гань не берет на тиммейт на шестом уровне наверное не планирует просто идти в драке а тут как раз таки каустик финал из там все что ему надо для счастья в принципе вполне себе оправданный как видишь фраги на джаггере у нас говорят сами за себя цепляют у нас на метку торрент санткинга но не тайминговый возврат на торрент даются до стыка санткинга даже нету песков а тем временем все таки варка пишет фраг на армане таким добила у нас бедного свона происходит нас веселая дота хардлайнеры сильнее чем издевает в обеих сторонах и дать и гнобить на недооценивают несколько персонажа акс кстати говоря уже имеет тысячу на руках транквил тапки а легионка полторы тысячи на руках поэтому ее даггер будет раньше хотя вот по крипам акс имеет 53 а легионка 41 хотя понын форсом у легионки на творца больше на 100 чем у акса это не разница пока что дело в том что все таки у нас акса пнул тапочек это все таки 500 золотых даже 600 это довольно серьезное вложение так у нас тут инвокеров инвокеры звонку пытались сюда подцепить но по моему соживет пока что нет слишком много урона еще и сент-кинг потянулся позднице сейф тп джаггер тут у нас раскручивается пытается забрать но маны на ульту не будет легионка будет забирать у нас а нет не добирает у нас блокера и что-то как-то вообще пока разменов нету ставится тактическая пауза легиона умрет без вариантов джаггер джаггер должен жить на кд ю ю ю ю ю ю ю мимо ли там мимо sandstrike появляется размен мэнкери жить просто же еще и в р-к попадает павла шоу там все самые магические павла шотуда у нас пытается смог как догнать что-то у демона вы масса у него гораздо больше тапочек все-таки есть но не решился помогу ультануть и убить мог а вот теперь разница по на творцам несколько изменяется потому как инвокер вырывается вперед акс точно также начал занимать у нас вдруг вторую позицию по на творцам и ближайший оппонент имеет сколько 2 700 относительно акса это на 500 меньше относительно инвокера вообще на тысячу ну демон хотел отвести ней травов его убил кентавр вовы точно ли он пытался отвести или все-таки просто суицидился нет вот здесь вот кем вся три секунда он отводит им в риску его убивает как-то угомонились у нас оба коллектива наверное ближайшие 3-4 минуты никакого экшена не будет а потом с появлением лагеров у легионки и скорее всего появлением дагера на акса начнется лютый хаос кстати у нас акса умудрился обгонять легионку за счет драки в мире и уже практически имеет наггер должна здесь погибать в эрка дает стан сварки просто разрубывает ее на но еле сам выживает на 25 хп на 8 на 8 даже это танцы дико оцениваешь рэндж крипов синткинга у нас тут как-то загоняют под т2 легионка тут помогает кушать line хотя на мой взгляд стоило все-таки до фармин даггер в лесочке только потом уже выходить если бы был ультимейт у синткинга он бы мог предъявить что-то а без него не может но боюсь что он бы там и похоронился не факт что смог бы добить хоть кого-то все-таки персонажи очень плотная тот же только саппорт имеет тысячу хп легионка тоже 1000 пытается дать ульту но вы ее сейчас по моему тут да тот самый акс даггером будет принимать и все прощай легионка и даггер еще на пять минут то чем я говорил стоило наверное все таки до фармин даггер прежде чем вот так вот выходить и кстати говоря первые четыре нетворца за командой у нас штормовых волков да но что-то демон стоит самым самым низу ну все-таки пятая позиция фулл саппортинг предполагалось ну естественно даггер наук резко вырывается на третье место по нетворцам что с натворцами реально там то урок упал на моте собственно это несколько спасает ситуацию свин дернулся на третью позицию ну кстати говоря там с 3 по 8 позицию разница буквально 100 200 натворца так что там сейчас качели будут лютые так у нас корабль пойдет по одному свой нужно что-то сделать раскручивается дикернов начинает бить погибает у нас может быть погибнет даже не сошваться погибает еще и акции мокер просто пытается убежать на вот такой суп бурчик хороший корабль от кунки приговорился на конечно не смог он ничего сделать с другой стороны если бы вы мокера на крик кастах был метеор с дефузалами а у санкинга ультимейт возможно они бы могли контрнаступление провести но ты не забывай что ром все таки же штука сильная она поглощает 50 процентов урона и по сути представив драки потерять половину дэмэджа но это же жуть так торрент у нас по инволкером локера будут пытаться принимать через крест он уходит в инвес и синтри пока его палят фраг у меня он и сам и поставил кунка прямо вот когда убивал надо прочитано ну естественно это шин волкер если он не качает не качает в x то он умирает вообще пока да так кто тут у нас сент кинг подцепил куда но тот прячется акс колет кунку кунку надо пытаться хотя бы забрать сван пытается драться с угол судауда убивает 1 2 акс тут уходят в дуэльку и вот тут тоже указать берут минус андрей свенты пытался до несколько не тайминговый болт пошел шоку у нас по шаду демону и четвертый праг для команды вендетта вот такой вот конвейера вроде как у нас с андерволфс или немножко сейчас можно посмотреть по графикам по моему они рухнут и правда было небольшое преимущество в две с половиной тысячи за сандерволфс и теперь вендетта ведет уже почти 2000 и 4000 по экспе интересная раскачка у акса он взял второй скилл в три поинта а агр по 1 возможно это как раз таки и решила исход замеса был дан корабль не знаю насчет этого потому как как все равно законил одного и то кунку как только удал вышел из астрала собственно да и сам разобрался что со свеном что со скорпом так что выключены кунка там не так уж и много решил все-таки воды под ромом был может его поубили там практически мгновенный корабль когда вышел он справа может быть может быть так у нас попытка вы забрать в арку но она убегает не совсем меткий кол и в самоках у нас возможно будет выход на слона если он сейчас попалится на крипчиках но нет он как-то так а вот зря он сейчас возвращается на line его сейчас заметили и по моему прощать с вами марка торрент сейчас будет дуэль и естественно немножко урона для легионки вот так вот хотя очень интересно получилось то что он зашел поставил вар по-хорошему он мог пойти даже рэншентов вражеских пофармите при этом противник вряд ли бы догонялся гневом да и смог бы спал очень быстро увидел их на бардах да тоже верно пытаются зацепиться на суде марка марка так у нас хороший пол и ульта от сенткинга также корабль хороший залетает по шеду демона что дудем на 3 корабль под ром который не дает умирать вот-вот-вот вроде крутится акса где урон он нет еще может поднимать погибает инвокер чем может погибнуть санкин как я уже говорил давайте давай душу и легионку может мог подрезать но нет марка есть по сенткингу привязали натуре повернули еще и дуэльку легионки единственное что легионка 6 имеет все шансы отъехать от каустик финала нет выживает на 36 кп за вот буквально одну очень затяжную драку получил доведу или жуть нельзя так видеть легионку а у нее не было урона вообще до недавнего времени и она может сейчас выйти из ямы как сказать это в конце концов легионка она может бегать без артефактов но при этом плюс 200 дэмэджа просто в статистике так у нас тут возможно за коля до коля джаггера и джаггер тут отъедет куда он заняться осталась выжженная земля только и кровь бедняжка так но что цепляют в эрку хотя в эрка сама зацепила в шокол у нас сына был бы шокол подлиннее зачем в три она интересна взяла вендран и сейчас уже в эрка может подстрять есть болт сенткинг не будет копать понимать сенткингом что там вся команда но но свой на это не спасает а еще и сын кинга отличный корабль по двоим от кунки прыгает акт дару бывают легионку пытается убежать на крест вешает его кунка не дает промажут зато шейку пошатал демон ухты шаде тут по моему отъедет на него вешается марка сейчас все вернут его и кунка по моему должен добивать дал кунка а добить из а торрент но не попадает что цепот и инвокер добил шокол хорошие отвергки ну и будет попытка забрать наверное инвокера хотя нет не выйдет ничего слишком короткий шейку ну и варка по моему начала подозревать что шокол стоит качать побольше собственно уже на три его взяла да вот хотя это не столь серьезным в этом замесе и и отличный не сдавали убийство если бы шокол был чуть подольше с вам бы отъехал даже без корабля и дополнительных влетов а муда бы его просто сбрил конце концов разница между две с половиной 375 секунд как бы очень ощутимы джагера ни с кем не связала же именно после первого шейка нападение на что в демона и еще плюс урон для регионки же 2 4 урона уже 44 и как-то вот несколько потерялись у нас по игре с underwood хотя по над ворсам они чуть-чуть отыграли с экспе тоже но то что они видят легионку и скажем так массовые файты обычно проводят несколько хуже это проблема надо с этим что-то делать еще сейчас они отдадут оппоненту рошана юзается скан но скан юзы это слишком поздно рож питом не чекает поэтому вы не дал немного сумбурные замесы происходят тим вендетта не знают кого фокусить куда бежать как-то теряются теряет туда постоянно свою жизнь но они скорее просто разделяются посреди файта вот это конечно неправильно на фокусе то не того кого увидели кого прилетела марка тот и умер кого прилетел шокол тут и умер примерно так у них зоны все проходит единственное что джаггер у нас как-то очень странно собирается купил себе кучу статов но очень дорогих статов потом вышел в яшу все у него на двадцатой минуте по сути и каких-то уж очень боевых артефактов нету легионка у нас уже очень близко к блэйдмэйлу дается всего ничего отсюда пока что никому не близок у него очень маленькими дворцы его обгонять санкинг и легионка ребенка прям на 2000 форс обгоняет на давай-ка мы посмотрим что у нас по артефактам интересного появилась шаду демон у нас совсем бедный родственник тапочек стики ну и все на этом свин имеет пт морбит маска и 1300 на руках вряд ли это будет конечно доминатором сейчас уже ничем не поможет а вот будет он выходить в к саблю или пытаться так у нас в арку подцепили по-моему сотрудку порошок да в арка закончилась хорош корабль залетает по аксу и санкингу оба отъезжают дуэль когда остается легионки ну сэйвится несколько его лами инвокер но его тут возможно никуда не отпустят хотя живет но шады уже не денется никуда минус минус 3 самом деле повезло и мокеру что его ультимейт откатился несколько повезло ну так же ему повезло что дастов не было потому как он бы там и остался был бы даст у кунки вот это вот проблема соло суппорта что он не всегда способен имеет какой-то вижен детекшен тайминг его иногда он просто заканчивается деньги у него были он просто не купил она творства у него хорошие немного убивают это позволяет ему даже призы урны и скоро армлет ну да пытался сплетить своем но не очень хороший ты пуш находит в варка нет не находит она же видео ну вот как то так вроде видела вроде бы и не совсем возможно какой-то бак доты потому что она прям по прямой стояла поваршобные возможно там за деревом каким-то настояла потому как вообще по-хорошему вот тут вот растет дерево и она пауэршот по моему вот так вот стреляла дерево она вот так вот стреляла на наш вот здесь пробегала ну в общем не знаю не увидела не кинула может сам ошибся может не среагировал может действительно вижена не было кто его знает давай вернемся все-таки к артефактам действительно свин у нас приобретает даггер у сын кинга даггер уже давно и при этом только 700 на руках как-то не очень ему удается фармить акс у нас приобрел себе блэдмейл инвокер после меня нас и купила себе и ула имеет 2 300 на руках судя по тому что он не покупает ничего это вряд ли даггер что это может быть а гоним какой-то сразу у акса нету и волки мокера 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 еще не так много денег на 4 себе тропа и просто сплит пушить но при том что их зажимают на базу на мой взгляд это плохая идея надо как-то улаковываться fight они защищаться нечем они не могут просто взять подраться там скоро куда но с другой стороны вот если инвокер и решит себе приобрести тот же point booster он уже будет чуть более плотным и более уверенно чувство тебя в файте а через 2000 будет аганим который понизит откат меньше монокост и вообще усилит силу способности сейчас у нас тут будет файк только цепляет у нас что друг демона легион подает не дает дуэль сункин хорошо врывается вроде бы забирают легион командора залетает корабль который несколько дает живучести но мы уже минус 3 живые только уда и джаггер но уда уже на 100 каланту и сносят шадок демона очень больно тут свину но он выжил ну и как-то вот в таком сумбуре умудрились еще и повыживать у нас сандр буз падает а яга отхиливается у нас у д ну и на мой взгляд заходить на фига не могут там что-то хорошее получится конечно воды в замесе стрелял но имея маленькую скорость атаки украинцы более 44 интеллекта ну как всего лишь вот это очень много тоже видел сколько это где-то тычик не сколько одиннадцать одиннадцать так и получается 4 из удар одиннадцать ударов 11 ударов ну только дракой была такая не такая уж и длинная драка была поэтому 11 ударов это вполне себе достойно ну вот лечен не отваливаться с таки 0 89 а так в секунду 4 атаки за три секунды примерно выйдет у него ну в общем хорошо давно дано же ведь мы там он конечно порядочный снес своему он ушел там 10 хп очень интересно и действительно у нас инбокер будет выходить в агане кунька себя практически приобретает армалет ему там 200 золотых джаггер имеет мантуй будет выходить в дефуза уже хоть что-то будет такое боевое помогающая сражаться в файте уда себе забирает наконец-то и старше бкб имеет тысячу на руках ну и в р к у нас уже имеет агане поэтому в р к теперь уже тоже будет выносить огромное количество урона и уже не один паку спайр может быть за драку а несколько и по-моему сейчас отъедет чудов демон только что-то как-то вот легионка у нас не дала дуэльку и а где дуэль возможно она хочет выключить инвокера и мне кажется просто ошибся легенка могла два раза дать дуэль первую до того как собственно шаду демон спрятался в дизрабшин вместо этого сделал удар при этом полностью разбавшийся дав отдачу ну и собственно после дизрабшина точно так же вместо удара он мог нажать ульту с вами сейчас убить своя на таком и убьет она будет ли у тимати петенки пропадают движена сын пытается найти дается крест до легенки его погибает вот она и пригодилась как раз за уже наверное могла откатиться совсем недавно убийство демона не спорю но муж вроде не засекали ну это же все равно легионка под отдачу если бы дала ульту с вами бы тоже забрали гораздо раньше поэтому я честно говоря не понимаю почему она так вот зажимает эту ульту совсем не понимаю кстати у мокера уже есть тяганим он будет замесе больше урона вносить но и больше кастов давать что жили не пока у него не будет 16 уровня скоро то он особо не пока стоит 4 секунды куда он это много но и замесы длительные тоже спорный момент очень получается все получается 16 уровень инвокер теперь он будет кастовать очень быстро возможно стоит купить смог и пойти куда-то убить а смог кд смог в кд к тому же вижу настоит не так много один-единственный вард этот палит магазин не видно никого из противников поэтому смог без инфы как-то вот если бы они дали скан нашли оппонента и как-то контратаку пытались организовать может быть а в свою очередь сторон скан есть а вижу и винды ты стоит очень хороший палит у нас все перемещение на вот на бот-лэйне забирается у нас вот так вот несколько неожиданно для команды с андро вулкс хорошо но в принципе мне кажется что подраться у них на рожке не особо то и получилось бы ибо брош пить и находилась всего два персонажа цепляют у нашего демона опять не тайминговый возврат на торрент джаггер как-то очень наглого заходит у нас под товар к оппоненту при этом кстати он потратил диффуза ставится в арту будет отхиливаться у нас воды ну и надо с этим бордом сразу заходить ауды есть бкб есть аегис и он достаточно плотный как его будут убивать не знаю возможно есть какой-то план шоу шоу демона у нас практически убивают нет убивают уже сейчас хорошая дуэлька у нас идет аксау убивать великолепный эпицентр попадает пропадает у нас легионка ух сколько хп отлетела у бедного свена и свена тоже набрали минус три уже есть бокер пытается добрать джаггера но джаггер слишком шустрый тем временем у нас скоро практически забирает вверх живет ну и он дэп нет заманчивого сам бокер последнего дара туда минус 3 все-таки не учли свои ошибки команда вендетта и не купили нападение на отдых куда теряет аегис почти попадает по кунки в ветрами мокер это ни к чему не приводит ставится в арксе скоро станут умовы и падает миличный барак подкапывается сынкин под кунку дается отличный метеор погибает здесь кунка может даже покинуть инвокер есть погибает инвокер погибает в р.к. вот и пьет попраску отличный подкоп от сынкинга вот и я должен погибать здесь не прячется все-таки он в астрал тоже здесь погибнет отличные ветра от инвокера поднимают вверх ну за ту джаггер у нас тут умудряется пока убежать если только его не подкопает но подкопал он санкинг все-таки и пиши иуда добрали вот сейчас по моему графики могут несколько изменить свое направление пойти в сторону сандру потому как за это лично мой фай 3к показывает 2000 заработанных и и мне кажется что то что это не вся правда про этот файт ну через пару минут мы увидим что станет с графиками но есть одно большое но онлайн упал остается там стоят только ранжовый барак поэтому него могут даже и крипы догрызть верно скорее всего под реках не учитывает бараки упадины и товара из-за этого на графиках они остановились графики есть маленький такой подъем ну вот собственно упавшие бараки несколько оставляют все-таки преимущество за вендеттой графики почти никуда не двинулись совсем мизерная разница в пределах тысячи легионка тут у нас в интересной позиции ждет кого-нибудь но вы никто туда не придет кстати говоря по хорошему стоило бы инвокеру задуматься про какую-нибудь линку а свену все-таки про бкб но он приобретает себе яшу не знаю насколько это оправданно мой взгляд совсем не оправданная ибо тут огромное количество спилов те же шиклы торренты корабли и ты тот же у дэв все-таки наваливает саркан арба и дуэльку у нас не смог кастануть легион в очередной раз и по моему сейчас уже легионку могут попытаться подцепить есть хорошие ветра еще один дра и все нет у нас легионки все сбежали сюда ну и сколько они заработали на этом 600 на команду 1000 по нетворсом разницу они устроили за вот этот вот небольшой move и легионки стоит задуматься надо ли такое вообще устраивать по капельке чуть-чуть они камбэчат уже пока что говорить про комбэк наверное не стоит все-таки еще в районе 10 с половиной тысяч разница по нетворсом вот кстати интересно артефакт приобрела у нас в ярко имея гоним на руках она купила себе мил мир который в принципе обычно приобретают как раз радио так спида а по молнии рукой возможно повесить этот мир мир на условного кого-то вот или легионку и пусть там эпицентром или метеором бьют и будут вылетать молнии которые наносят по 150 демаджа это не так и мало но с другой стороны вр к могла прикупить что-нибудь на урон или что-нибудь дополнительно на замес тот же форстаф даггер она могла приобрести себе крит и какие-то условные практически купить акцию на что по моему должны забирать и до прокает башек и куда тут сводо денется вернемся все-таки к верке огромное количество боевых артефактов те же те же дживелины если бы она купила хотя бы один это лютый дополнительный дэмэдж с ульты если будет форстаф или даггера то можно занимать выгодную позицию и просто вязать двоих купи драгонлендс и можно верка у нас пытается забрать и забирает на бойцы мараки не отъедет тут по моему за такую наглость дайте ну а в рк тем самым героев так а у нас легионка ультонула отличный замес и пальцы сынкин корабль может даже попадает окна торт его расстреливает убивает там начинаем бить мокера и гудгейм пишет команда сандерску 5 нет просвета насколько я понимаю что-то как-то у нас это у фейковый гг получился пока что драка все еще продолжается тут поцепили у нас на дефуза и башеки скорпас пор подъехал на сколько тут минус 5 получилось с учетом майбека да и чем противостоять оппоненту непонятно вроде как бы все есть и вроде потенциал для драки есть иван тут у нас уже пишет минус 2 на уд и бедному легион командере и кстати говоря инвукер добирает джаггера ответный минус 4 и минус 5 даже будет ли это рапира нет не должно быть рапиры хотя возможно не имея бкб это слишком рискованно но сейчас по сути только ради карапира собираются из закрыт релико зачем он купил свой секрет релик не понятно но судя по всему он планирует все-таки взять трапиру но перед боковой взять кстати хекс все вот шокол шоу от молнии и практически убиты и от уме тыс вам ну вот был бы это немало шторма вот все-таки купленные криты сман бы умер раньше кстати вот тоже интересно скажем так наблюдение верка наносит конечно довольно серьезный физический урон за счет того что сейчас урон полностью у нее уходят ну скажем так не режется с ульты но точно так же она наносит и достаточно серьезно магический урон за счет молнии но вот смотри вот свана она сейчас привязала и практически не вносила урона то есть он прожил все почти четыре секунды в шекле и имел там небольшие шансы выжить были бы под те самые дживилины которые наносят магический урон она была на мой взгляд сбрила бы его в разы быстрее не там даже бы разве пьюр память и при отливом кб пьюр для нашего я смотрю на дживилин 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 так у нас тут подцепили у нас волкера вернемся к нашим дживилин а где он а я теперь рошан закрывает дживилин теперь свин закупился книжками жить не дают мне посмотреть на дживили ну и ладно потом будем разбираться пюрадик не захотел рапиру посмотрел как убивает брк то о чем не говорил без бкб проект рапирую через чур опасно акцию нас холят у джаггера хороший корабль будет попадает паттер по двоим при этом шарик живучести джаггеру джаггер пишет ну это это просто конвейер байбек от свина минус 5 уже и при этом своем сбой байка сейчас тоже от едет минус 6 все и теперь дефать базу нечем мега крифы и причем все оппоненты живые ну что же поздравляем команду вендетта с победой они проходят дальше по сетке у на россии будут будут встречаться тем там команда вендетта собралась совсем недавно имеет статистику одну ничья две поражи два поражения но показали достойную игру очень интересное исполнение четырех коров и саппорт оппозиции кунки единственное что очень хотелось бы у кунки видеть больше достов и синтрей ну и наверное все таки стоило хотя конечно отыграли они очень неплохо даже без этих синтрей без достов по инвокеру который иногда уходил фрагов все таки было более чем достаточно ладно мы же говоря смотря статистику кунка потратил три с половиной тысячи золота на расходники в принципе очень много для саппорта пятой позиции ладно будем уходить на небольшой перерыв и ждать следующую катку